всем привет всем привет с вами татьяна на моем канале секреты дачной жизни сегодня мы с вами будем сажать помидоры в улитку немножечко поговорим о том о сём и покажем как делаем это мы так ну во первых у нас помидор много но сегодня мы хотим посадить на ранний как сказать на на ранний урожай на ранний урожай или да для теплицы чтобы пораньше вырастить помидоры вот хочу вам сказать все говорят что помидоры нужно стратифицировать даже любые семена то есть заливать их соленой водой на там на 10-15 минут я никогда этого не делаю один раз меня угостили двумя помидорками и я значит уехала мои домашние дочка и мама разрезали одну помидорку и нашли в семян мы их их оставили эти помидоры нам очень понравились мы их оставили на семена когда я приехала я вторую помидорку открыла взяла из нее семена все сделала оставила их до весны весной я решила посмотреть как я умею брать семена решила их стратифицировать значит я их замочила соленую воду они у меня все всплыли 15 минут 20-30 все всплыли семена но так как у меня выхода не было и выбросить я их не могла я их все-таки посадила и к моему то там было всего штук 20 семечек и к моему удивлению они все взошли и так хорошо плодили так что я никому не советую никаких стратифицирований делать ни в какую соленую воду не замачивать теперь мы я делаю так я беру семена томатов и замачиваю их хлор гексидин замачиваю на полчаса не разводя не разбавляя ничего они здесь делают дезинфекцию и также стимулируют рост вот прям замочила они здесь должны полежать в этом растворе вот сегодня у меня очень хорошие семена они сразу все утонули но не столь важно значит никогда не выбрасывайте те семена которые всплывают сейчас очень дорогие семена и по 5 семечек туда только кладут поэтому выбрасывать их жалко тем более вот они все очень хорошие плодоносящие я не знаю почему они у меня всплыли но выбросить меня не было возможности вот теперь я приготовлю улитку значит берем подложку вот такую тоненькую я ее не покупала у меня мы покупали мебель мягкую и она была упакована вот такую вот подложку вот значит эту подложку вот разрезали на такие полосочки укладываем туалетную бумагу сначала первый слой я кладу вниз один раз я тоже сделала это на моем горьком опыте я положила просто туалетную бумагу в один слой не до конца не до низа и водичка по ней не поднималась и они у меня все засохли значит сверху нужно вот так вот положить то что здесь будут семена прорастать корни и они не должны уйти под тот слой туалетной бумаги то есть верхний слой должен быть сверху так так сейчас я пока они замачиваются давай сделаем перерыв я приготовлю так вот прошло время семена наши полежали в хлоргексидине все 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 очень даже хорошо осели и мы сейчас будем сажать в улитку вот сделала я раствор водичка тепленькая и добавила немножечко гуми это как стимуляция роста оно хорошо с этим сочетается все отлично сейчас я по краешку намочу и будем семена раскладывать вот так мы намочим можно ничего страшного если даже лишнего но все нормально отлично бумаг не будет ездить некоторые пинцетом ой надо очки вот я взяла очки хорошие какие крупные семена давай покажем я да я хотела показать что вот мы сажали лук эксибишн в улитку также 6 февраля вот он в улитке пожалуйста очень хорошо уже зашел ее нужно будет теперь подсыпать землей тоже покажем вам а вот лук эксибишн сажали в землю тоже 6 числа вот он и здесь пожалуйста зашел отлично так теперь сейчас мы вам покажем как надо раскладывать семена вот хитрости здесь никакой нет примерно пол сантиметра или сантиметра от края там у кого как получится и между ними два полтора сантиметра можно когда семена прорастут их можно посадить вот так вот в землю или развернуть улитку если у кого мало места то развернуть улитку подсыпать земли когда они хорошо хорошо вырастут семидольки или даже побольше если вы уже будете переезжать перевезете на дачу их то получается можно их посадить уже распикировать по хорошему или пусть растут дальше в улитке вырастут когда побольше то есть по разному их пикировать можно помидор несколько раз и потом вот хотел сказать некоторые говорят что нужно в одну емкость сажать потом в другую побольше побольше перевалкой вы знаете такая морока никто такой ерундой не занимается берут емкость насыпают земли допустим половину сажают проросшие проросшие семя или сажают уже росточек и по мере роста подсыпают земли и не надо их переваливать из маленькой побольше побольше сразу взять хорошую емкость и подсыпать земли до самого верха у них корневая система у помидор очень хорошо разрастается образуется уже потом когда если будет такая емкость то уже можно сразу посадить в большую но это все покажем все по ходу дела все покажем вон печка у нас стреляет топится у нас здесь тепло красота вот так раскладываем хорошие у меня какие семена толстые крупненькие а вчера я сажал прям тоненькие тоненькие а 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 что ж тоже неинтересно людям я покажу что вот так вот так уже потом заворачиваем вот некрепко вот так вот такой рулетик заворачиваем и и дальше раскладываем заворачиваем одеваем резиночку и получается у нас вот такой вот 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 такой рулетик или улитка или самокрутка все по-разному вот здесь у меня посаженные баклажаны алмаз вот вот коробочку значит сюда наливаем немножечко водички вот и вот так вот ставим и все одеваем пакетик чтобы ваше время не занимать принцип понятен вот одеваем пакетик и ставим теплое темное место когда покажутся первые петельки тогда пакет снимаем и под лампу на свет так теперь мы значит разложили но у нас получилось очень близко друг от друга семена потому что я много замочила свои семена они покупные получается не жалко ну ладно может быть кому-то отдадим если все взойдут в общем сверху накрываю еще раз туалетной бумагой потому что очень близко сейчас будем заворачивать и они у нас будут сыпаться вот ничего страшного их можно потом вместе с бумагой они очень хорошо размокают мы так всегда высаживаем прямо с бумагой можно в грунт зато они очень хорошо скреплены так и заворачиваем рулетик заворачиваем такой рулетик улитка колбаска ролл и название всяких разных кому как нравится пожалуйста так и подвинем вот так вот так заворачиваем вот отлично отлично одеваем резиночку сейчас мы еще подпишем вот семена у нас эти называются валера томаты потому что нам их дал валера и другого названия мы им придумать не можем а какое число 16 так пишем 16 02 19 вот чтобы не забыть мы приклеим вот такую вот бумажечку ставим вот так в емкость наливаем сюда где-то примерно сантиметр сантиметр вот так сантиметр водички даже много по мере того как оно все выпьет можно добавлять водичку так 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 и закрываем надеваем салфан в пакет чистый из-под хлеба не надо а то он может быть с плетенью с грибами и завязываем немножко воздуху конечно нужно проверять через день через два и желательно пакетик открывать развязывать и давать семенам дышать вот так на пять минут их оставить они подышат и снова завязать ставим в теплое место чтобы они проросли им нужно не меньше 25 градусов все будем ждать сходов все всем пока до свидания до новых встреч